Добрый день, дорогие зрители! Добрый день, дорогие зрители и слушатели канала iNews, Ичкерия Ньюс. Сегодня мы выходим с внеочередным выпуском программы Ичкерия Ньюс. И причиной этому стало заявление правительства Чеченской Республики Ичкерия в связи с арестом подозреваемых в намерении совершить теракт в Бельгии. Как сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Генеральную прокуратуру Бельгии, цель возможного теракта пока не установлена. Проведены 9 обысков в нескольких муниципалитетах в западной части страны. Операция проведена в рамках расследования, которым занимается уполномоченный по вопросам антитерроризма судья провинции Западная Фландрия. Арестованы могут предъявить обвинения в участии в деятельности террористической группе и подготовке теракта. Среди арестованных, по данным прокуратуры, чеченцы. У троих также есть бельгийское гражданство. В составе группы есть женщины. В ведомстве отметили, что они входят в состав группы рьяных сторонников исламского государства. Серьезная ситуация усугубляет события недавнего прошлого. 22 марта 2016 года в Брюссельском аэропорту террористы-смертники взорвали бомбы. Спустя час еще один взрыв произошел на станции метро Мальбек. Тогда погибло 32 человека. Ответственность взяло на себя исламское государство. Мы знаем о случаях депортации чеченцев в Россию по требованиям прокуратуры Бельгии. Так, в 2021 году власти Бельгии экстрадировали в Россию Али Аздамирова, обвиняемого в «преступлениях» на территории Чечни 25 лет назад. Ислам Албаков с 2018 года находится в депортационной тюрьме. Два года назад суд приостановил депортацию Албакова в Россию. Однако прокуратура обжаловала это решение и настаивает, что он опасен для страны. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде Бельгии. Случаи с обвинениями чеченцев и депортациями в Россию происходят во многих странах Европы. И мы понимаем, что зачастую это является спецоперациями путинских спецслужб, стремящихся связать слово «чеченец» со словом «террорист». Так Россия поступала всегда и при президенте Ельцине, и при Путине. Но война в Украине раскрыла глаза многим европейцам. И для нас сегодня очень важно показать мировому сообществу, что навязываемый Москвой нарратив «чеченец – это террорист» – это ложь. Целью которой является попытка скрыть преступления России в Чечне на протяжении всей истории Российской Федерации как демократического в кавычках государства. В связи с этим правительство Чеченской Республики Ичкерия за рубежом сделало заявление. Заявление правительства Чеченской Республики Ичкерия за рубежом об аресте среди прочих чеченцев, подозреваемых в желании совершить теракт в Бельгии 5 мая 2023 года. Правительство Чеченской Республики Ичкерия за рубежом решительно осуждает любую форму терроризма. Религиозный экстремизм, к сожалению, является чумой 21 века. Она заражает умы многих людей во всем мире, независимо от их национальности, этнического происхождения или вероисповедания. Весь мир должен объединиться в борьбе с террором, и это зло должно быть искоренено. От имени председателя правительства Чеченской Республики Ичкерия мы предлагаем всю нашу поддержку правительству Бельгии в связи с экстремизмом и готовы оказать любое содействие в изучении данного инцидента. Почетный консул Чеченской Республики Ичкерия в Бельгии Анна-Мария Гелен, министр иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия Инал Шерип. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА